Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В Западной Армении был обнаружен монастырь Килаед в провинции Ардвин. Завершается строительство нового микрорайона в Степанакерте. Депутат от Западной Армении Гильермо Караманян дал интервью радиостанции «Раид Медиатика». Эрдогам пытается оставить в истории такой же след, как Ататюрк. Лагерь Одда и армянские беженцы. Боксер Давид Чалаян стал вице-п чемпионом чемпионата мира. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Внутренняя часть недавно обнаруженной церкви, построенной около 1100 лет назад у подножия горы Качхал в провинции Ардвин в Западной Армении, был впервые сфотографирован местными жителями и любителями природы. Внутри церкви обнаружены арочный мост, подвалы и подземные пещеры. Многовековая церковь, расположенная на высоте 3428 метров, поражает и восхищает посетителей. Это величественное сооружение, которое местные жители называют монастырем Килаед, расположено на крутом недоступном утесе. Считается, что здание, на котором нет каменной надписи, было основано священником Григорием Гонза, который проводил религиозную деятельность в этом регионе. На территории церкви есть небольшие часовни и стражевые башни, одна из которых полностью разрушена, стены другой сохранились. Завершается строительство жилого квартала на более чем 150 квартир на улице Туманяна в городе Степанакерт. Новый район строится на средства Всеармянского фонда Айастан. Корреспондент Арцахпрас посетил строительную площадку и ознакомился с проводимыми работами. В беседе менеджер Камита Сарутюнян сообщил, что строительство нового микрорайона началось в 2019 году. 110 квартир в стадии строительства. Здания состоят из шести этажей. В новом районе будут детские площадки, небольшой стадион, зеленые зоны для прогулок и открытая автостоянка. Около 30 квартир готовы и будут сданы жильцам с 1 декабря. По многочисленным просьбам консул Западной Армении в Южной Америке доктор Гилер Макараманян продолжил свое выступление на радиостанции Раид Медиатика, отвечая на вопросы о 10 миллионах армян, которые имеют полное право жить в своей стране в Западной Армении. В своем выступлении доктор Гилер Макараманян поясняет, что в 1990 году с 23 августа по 21 сентября 1991 года власти бывшей Советской Социалистической Республики Армении избрали неправильную политическую форму, не считая себя законным правоприемником международно признанного государства Армении 1920 года. Вместо этого они решили заявить о своих правах на советскую территорию, обрести независимость, тем самым отделившись от армянского государства 1920 года. Это разделение привело к тому, что Армения потеряла международное право претендовать на территории Западной Армении, решение, которое оправдывает существование нынешней республики Западная Армения, которое получило международные права в 1920 году. Он пояснил, что необходимо, чтобы все армяне встали на путь укрепления государства, из которого вышли их предки. По его словам, у нас есть это международное право, и мы должны его исполнить. В статье «Куда идет Турция» во французской ежедневной газете «Ля Мандэ» говорится, президент Турции Раджа Пердагам пытается оставить в истории такой же след, как Мустафа Кемаль Ататюрк, но недавно ветер начал дуть в противоположном направлении. Приведем отрывок из этой статьи. Идеологическая принадлежность постепенно вытеснила ранний прагматизм Ардагана, его первоначальные добровольные инициативы. Оглядываясь назад, можно сказать, что желание закрепиться на старом контингенте, о котором он громко и открыто заявлял в прошлом, казалось, было тактикой по устранению армии, которая фактически препятствовала его маршу к абсолютной монархии. Названный его критиками новым султаном, Ардаган создал президентскую систему, соответствующую его целям. Мечта Ардагана оставить след в истории, подобной тому, которую оставил основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк, чье наследие Ардаган никогда не переставал отрицать. В 2019 году, однако, на местных выборах его партия проиграла кемалистской оппозиции во многих крупных городах. Теперь лагерь его соперников значительно расширился. Бывшая военная база времен Первой мировой войны сейчас расположена в восточной части Отда, вдоль реки Айгаладес. Лагерь Отда был одним из первых центров массового приема беженцев армян в Марселе с 27 ноября 1922 года по 22 апреля 1927 года. Лагерь принял 4463 беженца, и там потом родились еще 405 детей. Установлен памятник на проспекте Феликса Соколы. Массовое прибытие армянских беженцев во Францию с 1922 года было тесно связано с геополитическими потрясениями на Ближнем Востоке, особенно с эвакуацией из Измира в сентябре 1922 года и вторжением в Киликию турецких кемалистов после отъезда из Франции. Полная версия статьи доступна на нашем сайте. Член сборной Армении по боксу Давид Чалаян стал серебряным призером чемпионата мира. В весовой категории 92+, на чемпионате мира в Белграде Чалаян в 1-8 финала победил Кристиана Сальседа Кадаси из Колумбии со счетом 4-1. А в четвертьфинале победил Лазизбека Мулужанова из Узбекистана со счетом 3-2. В полуфинале Чалаян обыграл азербайджанца Мохаммеда Абдулу со счетом 5-0. Западная Армения поздравляет армянского боксера и желает ему новых побед. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянский народная мелодия Владимира Самбатяна. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!